Записки бармена из неадекватного заведения. Зарисовка 20. Завхоз. Здравствуйте, все, кто продолжает читать мои байки. Снова с вами Антон. По-прежнему делюсь своими историями. Сегодня расскажу еще одну, герой которой вам доселе не был известен. Я про него никогда не упоминал. Как-то к слову не приходилось. Вы же понимаете, что я не могу в своих рассказах объять необъятное и сразу же огласить полный список тех, с кем когда-то имел дело или всех, с кем сталкиваюсь по работе. Поэтому чаще всего я и упоминал про администраторов, про официанток, про повара, про горничную, про людей, с которыми пересекаюсь ежедневно. Но это не весь персонал нашего заведения. Есть еще кое-кто. Вот про них я и буду рассказывать постепенно. Интересные личности у нас работают. В основном большинстве, конечно, обычные люди, но попадаются и такие, как Милена, например. Есть еще кое-кто. Именно они являются тонкой связующей нитью между нами и этим загадочным, иногда пугающим, но всегда притягательным лесом. Правит бал в лесу, как вы уже поняли, едвига. Она следит за строгим соблюдением договоренностей, за поведением всей нечисти, имеющей отношение к нашему месту. Она же и разруливает все конфликтные ситуации, типа арбитр или администратор. Да скорее даже генеральный директор. Шутка, конечно. Со всеми вопросами, косяющимися странностей, это к ней. Но есть же и другие вопросы, так сказать, помельче и рангом пониже. Тут уж существуют совершенно иные сотрудники. Не буду вас томить ожиданиям. Просто ловите следующую историю. Я уже как-то упоминал о том, что когда наше заведение только открылось, персонала в нем было минимум. Потому по мере того, как мы раскручивались, клиентов прибавлялось, забот прибавлялось, расширяли и штат сотрудников. И однажды пришли к выводу, что нам необходим завхоз. Но невозможно девочкам-администраторам справиться со всеми проблемами, которые могли возникнуть в связи с каждодневным функционированием здания. В особенности зимой как-то очень почувствовали, что нужна в этом мужская рука. Откуда пришел к нам Леша, так и осталось загадкой. Вакансию точно не вывешивали. Кто-то же прислал его. Известно было только одно – взяли его на работу сразу. Когда Леша впервые появился, все немного удивились. Парень совершенно не производил впечатления сильного хозяйственного мужика. Был он довольно молод, лет 25, не больше, среднего роста, крепким не назовешь, скорее наоборот. Худенький, на первый взгляд даже щупленький. Мордаха приятная, такой добрый, приветливый, вечно улыбчивый. В общем, подружились все с ним. А потом оказалось, что Леха на редкость ценный кадр. Хозяйственность просто зашкаливает, несмотря на молодость. Умеет практически все. И по электрике, и по сантехнике, и дровишек подвезти для камина, и снег зимой сам раскидает. Короче, мастер на все руки. Мы даже забыли, как это – вызывать специалистов по ремонту. Как-то ненавязчиво все, связанное с закупкой чего бы то ни было, перекочевало в руки Лешки. Даже говорить ему не нужно было, не то чтобы напоминать. Он просто знал, где, кому и что нужно. И все у него в руках спорилось. Да так быстро и шустро, что я начал подозревать, что эти умения неспроста. Ну, сами понимаете, в каком месте обитаем. Насмотрелся уже всякого. Пришелся парень ко двору, что уж говорить. Только вот замкнутый маленько. О себе практически ничего не рассказывает. По телефону ни с кем не общается. Вроде даже друзей-приятелей у него нет. Спустя пару месяцев после своего появления Леша вообще переехал жить в отель. Ему специально служебный номер выделили. Наверное, с хозяевами договоренности какие-то были, не знаю. Но живет так пусть живет. Всем тогда же лучше. Лешка все время на месте. В любое время дня и ночи, как говорится. Нет, вы не подумайте, что мы тут такие нахальные, что дергаем парня по ночам. Он сам, похоже, какой-то кайф от своего хозяйствования ловит. Помните, я рассказывал про зиму, когда нас снегом засыпало? Мы ж тогда домой не ездили, ибо проехать было сложно. Так вот, просыпаюсь ночью от того, что за окном какой-то скрежет. Выглядываю и вижу, Лешка лопатой машет, снег разгребает. А так лихо у него все это выходит, будто пляшет. И мордаха такая довольная, счастливая. Вот такой вот у нас завхоз появился. И швец, жнец, и на дуде игрец, да еще и в лес мотался постоянно. Говорит, обследовал его полностью, все тропочки изучил. Ну что ж, в радость это парню, пусть. Главное, днем же ходит. Дело было в середине лета. Особой жарой, хвала ангелам, это лето не отличалось. Погода просто отличная. Наплыв клиентов у нас огромный. Каждый день по пути на моря или с морей на ночлег останавливаются. А бывало, что и старые знакомые заедут на день-другой, преимущественно на выходные. А что? У нас уютно, кормят вкусно, в лесу можно на весь день зависнуть, озеро опять же есть. Прекрасный уикенд можно себе устроить. Мы ж тут не против пикников, лишь бы с лесом общались по-человечески. Но вы же помните, что может случиться? И все бы великолепно. Да вот произошло кое-что. Ведь всегда найдутся уродцы среди нашей людской популяции, как недосадно. Но и заехали к нам такие особи, посчитавшие лес каким-то бесплатным магазином. Произошло все в вечер пятницы. Прилетела тут компашка молодняка, лет от восемнадцати до двадцати от силы, на тачках таких недешевых. Восемь человек, две девицы, остальные парни. О, слышь, серый, а тут реально норм, произнес один, входя в холл. Не люкс, конечно, но сойдет. Да пофиг, откликнулся второй, видимо, тот самый серый. Мы движ все равно не здесь замутим. Окей, опять откликнулся первый и подошел к стойке. — Нам, плиз, пару номеров. — А пару-то хватит на восьмерых, — поинтересовалась Марина. — В самый раз, — кивнул парень. — Мы пикничок сообразим, было б где вещички скинуть. — На ночь в лесу оставаться не рекомендуем, — предупредила Марина. — Это с какого? — Небезопасно, — спокойно ответила девушка. — Разберемся, — ухмыльнулся серый. — Это с нами, если че, небезопасно. — Наше дело предупредить. Держите ключи. Марина протянула ключи от номеров. Компания шумно поднялась по лестнице и примерно через полчаса спустилась обратно. — Ну все, погнали, — скомандовал первый из парней, и все двинулись в сторону леса. Я вышел в холл и посмотрел им вслед. Леша стоял рядом со мной. — Совсем дурные, — вздохнул он. — И не говори, — откликнулся я. — В случае чего их предупреждали, сами виноваты. Я вернулся в бар. Примерно к полуночи все посетители либо разъехались, либо разошлись по номерам. Я навел порядок и уже собирался пойти поспать, как вдруг со стороны леса послышалась беспорядочная стрельба. Я стремглав вылетел во двор, следом прибежала Марина. Во дворе стоял Лешка и смотрел в сторону леса. Рядом с ним сидел кот Филимон, злобно сверкая глазами. Шерсть на загривке вздыбилась. — Что это было? — спросила Маринка. — Детишки развлекаются, — прошипел Филимон. — Дебилы! Что делать будешь? Филимон повернул голову, и я понял, что вопрос адресован Лешке. Завхоз опустил руку, почесал коту за ухом. — Разберемся, — коротко ответил он и направился к калитке. Только сейчас я разглядел, что одет он был в какую-то камуфляжную рубаху и такие же брюки. Я кинулся следом. — Лешка, погоди! Не ходи один, я с тобой! — Нет, Антоха, оставайся здесь. Я сам разберусь, поверь, — ответил он, истраняя меня. — Но я сказал сам, значит, сам, — тихо и решительно сказал Леша, и в глазах вспыхнул огонь. Я невольно отстранился. Огонь был недобрый, очень недобрый и желтый. По моему телу пробежала дрожь. Я все же попытался сделать пару шагов в сторону калитки и... Не смог. Ноги будто вросли в землю. Вот странно, могу пойти в любую сторону, кроме леса. Сбоку раздался голос Филимона. — Антон, сказано же тебе, не ходи. Возвращайся в дом. Он сам справится. Ему не надо помогать. Просто не мешай. Я проснулся рано утром. Честно говоря, я вообще думал, что не усну. Однако уснул сразу же, как только упал в кровать. Быстро умывшись, я сбежал вниз. Лешка мирно возился во дворе, напивая себе что-то под нос. Привет, ну как ты? Что там было? Где эти идиоты? Засыпал я его вопросами. Так много вопросов сразу, засмеялся тихо Лешка. Даже не знаю, на какой отвечать. Отвечу одним словом. Нормально. А, опять начал я. Антоша. Из болото выбирались. Ели ноги. Лешка. И с едва. сквозь. Я. Я. их просто не узнал. Куда подевалась эта крутизна и разухабистость вчерашнего вечера? Сейчас просто пай мальчики и пай девочки, прямо детки-ангелы. Хорошо их тряхнуло. Я заварил чай. Люда приготовила им поесть, даже не спрашивая заказ. По ним было видно, что выбирать что-то они сейчас не в состоянии. Вся компания накинулась на еду, будто голодали минимум неделю. Да, ночные плутания по лесу явно что-то изменили в их мировоззрении, ехидно подумал я. Когда они, наконец, поели, в полной тишине, заметьте, я поставил им на стол чай с печеньем, подсел рядом. Эй, сказал я тихонько, все норм. Что произошло? Может, помощь какая нужна? И тут их как прорвало. Заговорили все разом, перебивая друг друга, периодически срываясь на нервный смех и сдавленное рыдание. Устроив пикничок в лесу на берегу озера, изрядно приняв на грудь, деточки решили, а почему бы не пострелять в зверей? Это же так весело. Сейчас вот походят, найдут зайца или лису, а может птицу какую. На худой конец и мышь сгодится. Откуда пистолеты у них, не скажу, не знаю просто. Но, судя по их машинам, видимо, оттуда же, откуда и сами машины. Ну вот, пара пистолетов есть с собой, осталось только найти дичь. Для начала решили пострелять по пивным банкам. Эти выстрелы мы и услышали. И тут, по их рассказам, произошло что-то невероятное. Со всех сторон в темноте стали появляться и исчезать огоньки. Прекратив стрельбу, все стали вглядываться в темноту, стараясь разглядеть источник света, но ничего не увидели. Дальше больше. И чаще стали раздаваться разные звуки. То крики «помогите», то голоса каких-то ночных птиц, то вой зверя. Складывалось впечатление, что лес со всех сторон ожил и заговорил. — Мне страшно, — пискнула одна из девчонок. — Давайте затушим костер и вернемся. — А по-моему, нам кто-то голову дурит, — злобно ответил один из парней, уже изрядно пьяный. — Надо поймать его и отделать так, чтоб потом лечился подольше. Кто со мной? — Я, и я, и я, — раздались ответы друзей. — Я, я, и я, — раскатисто отозвался эхом лес со всех сторон. И потом темнота разразилась страшным нечеловеческим хохотом. Девчонки завизжали. — Эй, кто там? А ну выходи! — заорал серый. — Эй, кто там? А ну выходи! — со всех сторон вторили из темноты на разные голоса. — Ну ладно ты сам напросился, урод! — угрожающе прошипел серый и поднял с земли большую сучковатую палку. — Ну держись! И тут произошло что-то, о чем вся компания говорила, заикаясь, срывающимися голосами. Над серым наклонилось дерево, из которого вдруг вытянулась сама по себе длинная, с крючковатыми пальцами, покрытая корой рука. Эта рука схватила палку и подняла серого вверх. Он в страхе выпустил свое оружие и плюхнулся на землю. Все дружно заорали и ринулись в темноту. Сначала они бежали все вместе, но потом стало происходить нечто такое, что разделило их. С разных сторон стали раздаваться голоса, призывающие идти именно в эту сторону, будто бы их вышли искать и теперь зовут. Компания рассыпалась. Теперь им приходилось пробираться через лес подвое, а кому и поодиночке. Голоса внезапно стихли. Им на смену пришли огоньки, и молодым людям ничего не оставалось, как идти за огнями, даже не идти обижать, потому что сзади себя они слышали рык и звуки пробирающегося через кустарник зверя. Страх быть настигнутым увлекал вперед. Так они и попали в какую-то болотистую жижу, увязнув в ней по пояс. Они пытались выбраться, но чем больше трепыхались, тем сильнее их затягивало. Девчонки зарыдали в голос. Вдруг все звуки в лесу стихли. Ни шороха, ни шелеста, ни дуновения. Даже болотная жижа, казалось, остановилась и замерла. Огоньки замерли на месте. Из чащи послышался треск веток, будто кто-то приближался к завязшим в болоте. Замерив от ужаса, увязшие в болоте ждали своей участи. Огоньки приблизились, осветив неярким рассеянным светом того, кто вышел из чащи. Это было какое-то странное существо, высокое, гибкое, все в зеленой листве, из которой на них смотрели человеческие глаза, отливающие желтыми отблесками. Попались, засмеялось существо. Ну что, дать вам утонуть в болоте, что ли? Девчонки разрыдались еще громче. Ладно, кивнуло головой существо. На первый раз я позволю вам выбраться. Из болота вытащу, а дальше выбирайтесь сами. Это вам наука. И предупреждаю, только посмейте еще хоть раз сюда приехать. Пощады не будет. Запомните это. И еще запомните, на тот случай, если решите также безобразить еще где-то, там тоже вам смогут дать отпор. Понятно? Последнее слово разнеслось над лесом, подобно раскату грома. Все, сжавшись в комок, закивали и сквозь душившие слезы прошептали. Понятно. Существо протянуло вперед руки, которые оказались больше похожими на ветви деревьев, и вытянуло людей из болота, после чего удалилось в темноту. Огоньки тоже пропали. Всю ночь и утро. Компания проплутала в лесу, и только сейчас выбрались и вышли, наконец, к отелю. Я слушал и удивлялся. Никогда раньше я не слышал, чтобы в нашем лесу обитало нечто подобное. Хотя едвига предупреждала, что лес еще полон сюрпризов. Получается теперь, что у леса есть хранитель. Ну что ж, это неплохо, это только радует. Тем временем, допив чай, детки засобирались домой. — Вот блин! — вздохнул Серый. — Меня батя за пистолет прибьет. — А меня мой вообще уроет! — откликнулся второй парень. Выйдя к машинам, они увидели во дворе Лешу, наводившего там порядок. Они уже погрузили вещи в машины, когда вдруг взгляд одной из девчонок столкнулся со взглядом Лешки. Девчонка в ужасе вскрикнула. Все оглянулись. Лешка стоял и приветливо улыбался, глядя на деток. У тех лица перекосило от страха. Они со скоростью молнии забились в машины и резко стартанули с места. — Чего это они? — удивился я, подходя к Лешке. — Не знаю, — пожал он плечами. — В мозгу, наверное, помутилось после ночного квеста. Завхоз скрылся в доме. А я, ничего не понимая, смотрел то ему вслед, то в сторону леса. — Хм, наконец-то у нас хороший хранитель появился, — услышал я за спиной голос Филимона. — Да и завхоз он тоже отменный. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!